Всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Продолжаем тему бюджетного новогоднего стола. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом своего любимого салата со шпротами. Салат моего детства. Можно сказать, вся моя семья его очень любит. И каждый Новый год мы его готовим. Что же нам с вами понадобится? Более точное количество всех ингредиентов будет ждать вас внизу в инфобоксе. Итак, нам с вами понадобится банка шпрот. Здесь не имеет значения, какие шпроты вы используете, крупные или мелкие. Потому что нам нужно их будет измельчить либо в блендере, либо просто вилочкой. Также нам понадобится вареный рис, несколько яиц, репчатый лук, который я предварительно запарила горячей водой, чтобы он отдал всю свою горечь. Конечно же понадобится майонез, соль, перец по вкусу. Также по желанию вы можете добавить вареный картофель и соленые огурцы. Ну и в конце, конечно же, зелень тоже по вкусу, на ваше усмотрение. Все ингредиенты в данном салате должны быть порезаны достаточно мелко, дабы он был более пропорциональный. Все ингредиенты мы хорошенечко перемешиваем. Отправляем салат в холодильник на пару часов, чтобы он хорошенечко охладился и настоялся. Ну а теперь расскажу вам, как я обычно его подаю. Во-первых, его можно подать как обычный салат, как самостоятельное блюдо с ложкой в салатнике. Также можно, конечно же, положить его в тарталетки. Можно положить в маленькие, можно положить в крупные тарталетки. Это будет такое уже порционное блюдо. Ну и, конечно же, можно просто подать на американском хлебе, на хлебцах бурже. Хлебцы бурже можно предварительно немножечко натереть чесноком, если вас это не смущает. Но это, конечно же, все на ваше усмотрение. Вот такой вот легкий, очень бюджетный и невероятно вкусный рецепт сегодня у нас с вами получился. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И в комментариях хочу попросить вас написать, а без какого салата вы не представляете свой новогодний стол. Мне очень интересно будет это почитать и узнать, что предпочитают мои подписчики и гости моего канала. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok